Нынешнюю эру Казахстана эксперты называют по-умному госкапитализмом. Почти 80% ВВП сегодня это государство. Бизнесмен Канат Нуров один из тех, кто задается закономерным вопросом, какую общественно-политическую формацию все-таки проповедует правительство. Государство стало предпринимателем, главным предпринимателем экономики. А это, считаю, противоречит как свободному рынку, так и открытому какому-то гражданскому обществу. Понятно, что абстрактная, теоретически, государственная форма собственности всегда хуже по эффективности, чем частная. Лучше собственника все равно никто не будет заботиться о своей компании. А у нас хочешь стать миллионером? Пойди на таможню. Виктор Ембаев – типичный буржуа, а до сих пор не верит, что в стране капитализм. Модель управления все та же советская, в то время как отношения пытаемся строить рыночные. Все потому, что в рукаве у государства всегда джокер. Частные предприниматели не могут конкурировать с государством, потому, что количество контрольных надзорных органов более полусотни, полномочия более чем обширные, ответственности никакой. Один наезд со стороны фискальных органов, финпол или налоговая, и его можно довести до петли. Буду за небо! Буду за небо! Что говорит о бизнесе, если практически ни одна политическая сила в Казахстане не может понятно и четко сформулировать свою экономическую платформу. Нет ни одной по-настоящему правой или левой партии. Все где-то сбоку припеку управящей центральной, которая еще в нулевых называла себя социал-демократической. Отдельный представитель общества сегодня и вовсе представляет программу «Вот так». С учетом того, что мы, в отличие от арабских стран, еще имеем богатые запасы по меди, по ферросплавам, по алюминию, по цинку, по зерну, по мясу, по шкурам, по сельскому хозяйству, мы должны были бы жить в первой десятке богатейших стран мира. Похоже, в социально ориентированном Казахстане нет понимания, в каком направлении и куда именно движется страна. Это как в том плохом репортаже, когда журналист вдруг делает готовый на все случаи жизни вывод. На эти вопросы ответа не знает никто. По этому показателю Казахстан находится...